Двухметровая статная фигура женщины Православная тематика и образы русских царей – лишь малая часть творчества скульптора. Талант проявился еще в детстве. Лепил из пластилина целые сцены военного времени. Своим главным вдохновителем считает отца. Он летчик, но после всех этих своих летных дел он приходил домой и писал картины, копии делал. Он охотник и копии делал из работ, которые его заслужили внимания. Там мишки в лесу. Отец научил рисовать по клеточкам, а увидев однажды памятник генералу Ермолову в Вязьме, Геннадий понял, что именно скульптура – главное предназначение в жизни. Судьба подарила лучших учителей. Дерево, камень, металл в совершенстве овладел всеми возможными техниками. Мне, конечно, нравилась бронза, потому что она текучий материал. Из него очень интересно лепить то, что вылепишь, что и получишь. А дерево и камень имеют свои особенности. Потому что в камне, когда делаешь, она работа вроде бы та, но не та. Форма та, а вот пластика совершенно получается другой. Его работы украшают не только города России, но и Греции, Китая. Так в небольшой мастерской в Жаворонках, построенной своими руками, скромный гений создает произведение искусства. Человек – ученик Томского и Бабурина. Вы знаете, считайте, что это ученик Микеланджело по уровню. Потому что это были такие мастера, такие люди, такие хранители русской школы. Вообще скульптура – это элита, конечно. И это были люди, которые все могли. Которые, вот как рассказывает Георгий Дмитриевич, он с ногти берет и лепит на твоих глазах фигуру полностью, в полный рост. Это же чудо. Главное чудо и мечта для самого скульптора – увидеть памятник великой княгине Елизавете Федоровне, над которым сейчас так усердно трудится в родном Одинцовском округе на пути Елизаветинского крестного хода. Этот образ создается, чтобы дарить надежду и свет. Мы видим решительную женщину, которая идет за крестом, за Христом. И вот она идет за ним, и как бы она его и продвигает. Вот что, вот зачем нужно идти. То есть это настолько памятник, работа, которая представляет вот такой симбиоз таких смыслов. Очень трагический образ, который дает надежду именно вот этим крестом. Полина Бахова, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.